Продолжение следует... Продолжение следует... ...в свой клуб единоборств в городе Москва. Давайте смотреть. Попробуем делать такой прием. Называется он «Вилка конем». Довольно сложный прием для начинающих. Кто-то из вас уже довольно хорошо играет шахматы, и ему будет это просто. Здравствуйте. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Андрей Владимирович Сапронов. Тренер по шахматам, да. Андрей, скажите, вот идея соединить шахматы с единоборствами, это кому такая идея пришла и насколько она, ну, вот, интересна вот на вас взгляд. Это идея Анастасии. Вообще есть такой вид спорта, по-моему, в двоеборье, когда спортсмены боксируют, а потом играют в шахматах. Я думаю, как бы, вот, по этим же принципу и здесь. Вот. А по поводу, как бы, совместимости, да, я думаю, что это, ну, правильно, потому что шахматы развивают такое стратегическое мышление, логику, внимание, память. И в единоборствах, я думаю, это очень важно тоже. Как родители реагируют на вот такое, ну, как бы, соединение единоборств и шахматы? Если честно, я не знаю, но могу только предположить, что положительно. Как вы думаете, вот, ну, понятно, что в шахматы можно начинать совсем с раннего возраста, да, занятия? Единоборство все-таки немножко посложнее. Ну, вот, на ваш взгляд, вот, именно ранняя специализация в шахматах. Ну, по моему опыту, ребята начинают, как бы, воспринимать информацию и понимать игру в шахматы где-то с пяти, ну, не раньше, редко, когда в четыре года, да, если есть способности у ребенка, то, да, он может начать играть. Но, опять же, вот, с пяти с шести лет обучение идет намного быстрее и продуктивнее. То есть один и тот же материал детям разного возраста, там, да, с шестилетним можно научить, там, за неделю, а там, с четырехлетним можно обучать месяц, два, три и больше. Знаете ли вы какого-то известного шахматиста, который также и, ну, может быть, не на таком высоком уровне когда-то занимался самбо, дзюдо или карате? К сожалению, не знаком. Нет, не знаю. Если человек, который специализируется на шахматах, занимается дзюдо, самбо, может помочь ему улучшить свои навыки в профессиональной деятельности шахмат? Как вы думаете? Я думаю, что да. Вообще, вот моя такая точка зрения, позиция, что умственная работа, она не может быть физической, да, потому что организму нужно двигаться, мозгу нужно обогащаться кислородом, и чтобы, ну, как бы, кровь его, там, выполняла, обогащала, да. Соответственно, без физической активности это не может быть. Соответственно, да, полезно, там, изучать какие-то артистские приемы, играть много в шахматах, но физическая активность намного это улучшит, в том числе и, там, занятия в дзюдо и, мне кажется, любой вид спорта. Говорят, что дзюдо больше, чем спорт, а шахматы? Прям такой интересный вопрос. Я думаю, что да, шахматы, это, правда, большая такая сфера, наверное, жизни многих людей. Шахматы, это может кого-то вообще занимать большую часть жизни. Анастасия, дзюдо говорят больше, чем спорт. А шахматы? Шахматы? Сложный вопрос такой. Шахматы, это, я думаю, что часть... А самбо? Самбо, я думаю, что... Это национальное достояние. Да, это наше национальное достояние, тут даже спорить не нужно, что лучше и так далее, каждый выбирает свое. Все профессии важны и все профессии нужны. И точно так же здесь. И самбо нужно, и дзюдо точно так же нужно для общества, как и самбо. Спасибо. Спасибо.